Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащего. В соответствии с указом президента для них продлены сроки уплаты земельного налога, налога на имущество физических лиц, транспортного налога. При этом личного заявления от налогоплательщика на предоставление льготы не требуется. Сведение о мобилизованных военнослужащих представляется Федеральную налоговую службу из Миноборон России. Таким образом, льготы по налогу на имущество в отношении мобилизованных лиц будут применяться автоматически, без заявительного порядка. Дополнительно, мобилизованным лицам или их представителям посещать налоговый орган не требуется. Оплатить налоги может как сам гражданин, так и его родственники, друзья или любое уполномоченное лицо с обязательным указанием ИНН мобилизованного. Уполномоченному лицу следует обратиться в налоговый орган для предоставления справки о состоянии расчетов или платежных документов. В случае несогласия с суммой долга они могут написать заявление. Чтобы получить указанную информацию в налоговом органе, нужно оформить доверенность через командира воинского подразделения и направить его уполномоченному лицу по почте. Законодательство предусматривает особые условия для мобилизованных, которые являются единственным учредителем организации и единовременно осуществляют полномочия единоличного исполнительного органа. Для них продлены сроки уплаты, предусмотрена рассрочка. На период военной службы по мобилизации и до 25 числа 3 месяца после ее завершения включительно продлены сроки предоставления налоговых деклараций, кроме деклараций по НДС, налоговых расчетах о выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетах сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчета по авансовым платежам, бухгалтерской финансовой отсчетности. Кроме того, на срок службы и 3 месяца введен мораторий на налоговые санкции, в числе которых при остановлении выездных проверок мероприятие налогового контроля запрет на блокировку расчетного счета. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».